Добрый день, сегодня Unboxing, и это кубик 3х3 от компании Qi. Продавался он под наименованием Sail-V. Qi Sail-V, ну или W. Откроем, давайте посмотрим сначала на коробочку. Мы видим, что выпускается в черном и белом классике, цветного нет, Nuts Folk, трешка, и все. В коробке есть также инструкция, достаточно такая объемная. Здесь, видимо, показан метод для начинающих. Вроде бы, с одной стороны на китайском, с другой на английском. Фридриха нет, но зато есть язык вращений. Для новичков, наверное, будет хорошо. Сам кубик. Вот такой весь яркий и приятный. Сравним, естественно, его с предыдущей версией, которая называется просто Sail. Размер примерно такой же. Логотипчик слегка изменился. В чем разница? Какой-то более бледный. И чей-куб надпись пропала. Старый Sail, новый Sail. И наклейка на центре теперь такая. Ближе к восьмиугольнику. Соответственно, строение центра тоже изменено. Сравним по цвету. Мы видим, что белый более яркий. Оранжевый яркий. Зеленый ярче. Красный ярче. Все ярче. Кстати, синий более темный. Зеленый ярче. Красный ярче. Ну, мы сразу понимаем, что это новые наклейки. Новые наклейки на очень дешевом кубике. Это очень похоже на те наклейки, которые клеит компания ЧАИ. Тоненькие-тоненькие, хорошие-хорошие. Наверное, это они, хотя сейчас уже эпоха кубиков из цветного пластика. То, что здесь они не делали цветной пластик. Как по мне, это минус. То есть, мы сразу понимаем, что вот Милонг. Кубик специально за ним сходил сейчас перед видео в машину. И забрал. Это конкуренты. Очень дешевый кубик неплохого качества от компании Мою. И такой же от компании ЧАИ. Но уже по одному параметру кубик от ЧАИ проигрывает. Это не цветного пластика. Но купил я его не для того, чтобы унижать. Давайте проверим, как он вращается. Вращается, кстати, неплохо. По сравнению с предыдущей версией, мне кажется, полегче. Вот старый сейл. Так, немножко вязко вращается. А это куда повеселее. Пошустрее. Все, вращение изменилось. Сейчас сделаем пару сборок. И сравним внутреннее строение. Давненько не собирал кубиками с наклейками. Поэтому сейчас может быть что-то и не быстро. Магнитов, естественно, нет. Это бюджетная версия. Собирается. Ну, у Ларес есть, скажем так. То есть он не шикарный. Хотя вполне достойный. Мы возьмем миелонг. Конечно, полегче. Но это, опять же, момент настройки. Милонг. Сильнее растянут. Здесь потуже. Вращается неплохо. И для новичков, как первый кубик, наверное, тоже подойдет. Но, опять же, наклейки, как ибо они качественные не были, они со временем обдерутся. Хотя, если быть до конца объективным, к тому моменту, когда наклейки эти обдерутся, придет пора уже покупать более современный кубик. То есть более серьезного уровня. И то, что обдерутся, будет уже не так страшно. Я рассматриваю этот кубик, как строительный материал для картин. То есть, если у меня сейл, у меня была мысль купить их штучек 500 и собирать из них картины. Идея такая уже нет давно. Но тут они выпускают такую модель. Она чуть легче старого. Соответственно, по доставке будет дешевле. Мы знаем, что для недорогих кубов стоимость доставки, если брать напрямую от производителя, это имеет очень большое значение. Поэтому, чем легче кубик, тем дешевле его доставлять. Поэтому, если покупать 500 таких кубиков и 500 таких кубиков, вот эти более новые в этот дешевле. Давайте еще разок пособираем. Не смазываю, не настраиваю. Все как есть из коробки. Так, так. Как-то плохо замешал. Или еще? Вполне комфортно вращается, кстати. Ничего тут плохого нет. Сейчас еще флипнуло проверим. У меня такое ощущение, что что-то флипнуло. Может показалось. Ну, конечно, не толковый уровень. Но вполне достойно. Покапить слегка. Ну, для новичков поведет. То есть, секунд до 20-30 можно смело и на таком собирать. Углы не флипаются. И это, кстати, большой плюс. Миланги флипаются. Это опять же вопрос затяжки. Возможно, если его посильнее расслабить, уголки начнут флипаться. Ну, а теперь давайте посмотрим, что у него внутри. Я разобрал старый сейл, новый сейл. И на всякий случай еще разобрал варьер, чтобы посмотреть. Если старый сейл позволил извлечь в себя детали без проблем. Варьер-В пришлось немножко поуговаривать. То новый сейл, сейл-В пришлось раскрутить. Очень сильно раскрутить отверткой вот этот болтик. Чтобы он отдал элементы. То есть, никак не вылезали. Очень плотно все сидит. Ну, а независимо от этого, крутился он достойно. Давайте сравним. В левой руке старый сейл. В правой новый. Видим, что ребра имеют разные строения. Рельсы похожи. Но на новом, вроде бы, поглубже. Ножка совсем другая. Тут уже как цилиндрик. Был более плоский. Ну, на вот этих выступах ступеньки появились. То есть, кубик не просто так переименовали и выпустили. Но над ним поработали. Ну, кстати, ножка тоже слегка поменялась. Здесь стало все более глубокое. А, ну, мы видим, что как на Гуан Лонге стало. Здесь вот соединение. Деталек вот этих. И сама ножка вот эта из трех элементов теперь состоит. Вроде бы. Ну, а до этого была летая. Ну, смысл тот же, но чуть-чуть по-другому. Ну, и сравним, на всякий случай, с Вариором. Все не так. И ребро. Нет. То есть, это не клон. Это новый кубик. И я специально снял крышечку со старого. Чтобы показать, какая разница. То есть, у нового даже крышечку переработали. Внутри вот такая вот крестовинка. На старом была примерно такая же. Подытожим. Что можно сказать про этот кубик? Подходит ли он для сборки для новичков? Да. Вполне подходит. Что бы я посоветовал, Милонг или его? Наверное, все-таки Милонг. Продаваться они будут примерно по одной цене. Ну, на момент выхода видео уже точно будет продаваться в России. Ну, цветной пластик все-таки имеет некие свои преимущества. Пусть на данном уровне они незначительны. Ну, Милонг вот у меня лежит в машине. Путешествует везде, куда придется. И хорошо себя чувствует. Сейл. Ну, в принципе, тоже можно делать все то же самое. Если вы принципиально прям обожаете черный пластик с наклейками, либо она еще есть в белом пластике, то почему нет? Вполне достойная модель. Ну, я буду рассматривать этот кубик как... Исключительно как кубик для картины. Буду ли я их делать в ближайшее время, пока не знаю. Посмотрим. Времени сейчас не хватает и на текущие дела. Ну, видно будет. А так, куб неплохой. Очень дешевый. И достойно вращается. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока.